Баскетбольные кольца и ворота для мини-футбола уже ждут первых посетителей спортивного модуля в Ленинском районе Самары. Объект создается по новому типовому проекту. Таких в стране всего три. Быть первопроходцем в строительстве такого объекта значит столкнуться с большим количеством вопросов и сложностей, нежели работать уже зная опыт предшественников. Чтобы запустить модуль в работу, нужно решить несколько вопросов, в том числе связанных с документацией. Для этого прошло выездное заседание на объекте с участием главы Самары Елены Лапушкиной, депутату Госдумы Александра Хинштейна, представителей профильных министерств и департаментов. Мы понимаем, как сделать в ручном режиме так, чтобы этот объект заработал и вся территория вокруг была благоустроена, как это изначально и предполагалось, к осени текущего года. Внутри спортивного модуля будет универсальный спортивный зал. Здесь могут тренироваться как представители игровых видов спорта, таких как мини-футбол, волейбол, баскетбол, так и представители единоборств и музыкально-танцевальных дисциплин, чир-спорт и художественная гимнастика. Сейчас уже составляют расписание секций и тренеров по месту жительства, которые будут занимать зал. У нас большую часть времени, практически процентов на 90, будут занимать наши муниципальные спортивные школы. Эти школы занимаются детьми бесплатно абсолютно, поэтому любой желающий может подать заявление, попасть в спортивную школу и заниматься как на этом объекте, так и на других спортивных объектах нашего города. Работы проведут и снаружи. Территорию вокруг благоустроят. Здесь появится открытая площадка с тренажерами, а также детская игровая зона по просьбам жителей взамен той, что находилась на этой территории до строительства спортивного объекта. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.